Привет всем! Мы Георгий и Джимми Размадзе, и мы вам покажем несколько разминочных дрилл, как мы у себя в зале разминаемся по просьбе Бережоффикс. Мы их называем линией и немножко название своеобразное, потому что мы сами там называем его как-то по-своему. Первый креветка восстановления, нижний восстанавливается, право-влево, я думаю, что всем знакомо. Второй поясница восстановления, теперь я шагаю чуть подальше от него, ему уже креветкой неудобно делать, поэтому он от меня отворачивается на плечо и восстанавливается. Я опять чуть дальше ставлю, и обязательно, когда он поясницу восстанавливает, ногой должен мою ногу зацепить, то есть вот ногой он должен зацепить ногу, потому что ноги начинают в самом начале делать, промахиваются, то есть вот сюда. Это неправильно. Дальше мы делаем креветка бэкстеп восстановления. Раз, креветка, бэкстеп восстановления. Голова обязательно внутри. Если голова будет снаружи, вот здесь, можно шаг назад делать, надо забрать бэдмону. Поэтому голова внутри. Это тоже важно. Мы все вот эти движения будем использовать в борьбе. Именно креветка бэкстеп восстановления используется, допустим, когда я его с коленом прохожу, вот здесь, а его задача креветка бэкстепа восстановления. То есть именно в эту ситуацию. А именно в отработке это как разминочный дрилл или разминочная техника, просто чтобы тело размялось и привыкало к движению. Как ногу шагнуть, чтобы одним махом, поставив ногу и нижней ногой махом сразу же на живот развернулся. Потому что, конечно же, именно со стойки, со стойки, это не надо делать здесь. Здесь надо сразу же креветку восстановления делать. Его надо делать, когда я вот здесь перехожу, начинаю вот здесь. Раз-два. То есть он используется в борьбе именно в этой позиции, когда наоборот уже я перехожу на нижний этаж. Еще раз. Креветка бэкстепа восстановления. То есть обычно раз, бэкстепа восстановления. Голова внутри. Дальше. Мы делаем следующее. Я его называю почему-то елкой. Джин называет его крестный шаг, там, ну, кому как удобно. То есть нога здесь. Самое главное здесь, как его делать, не отталкиваться ногой. То есть ноги начинают просто отталкиваться вот здесь. И у них не получается. Здесь важно, чтобы работа таза. Таз вправо, таз влево. И вы на плечах двигаетесь. Он напрягает ногу вот здесь и начинает просто менять ногу. Раз. И из-за этого таз просто вправо-влево. И движение идет обратно. Мы также делаем то же самое, только уже наоборот. Вперед. Следующее мы делаем боковой пресс. Я его называю так. Джимми его называет маятник. Стоим боком. И задача, он должен начинать вот так сбоку. И моя задача, как колено на живот. Прихожу, правильно колено ставлю. И меняю его. Он садится, отталкивается, разворачивается на другую сторону. Садится, отталкивается, разворачивается на другую сторону. Следующее упражнение мы делаем крючки. Крючки. Цепляем. И по очереди. Я шагну к моей ноге. Я его жду. Таз высоко поднимаем. На плечо. И как креветку вперед. Это упражнение. Задача, знаете что. Особенно если белые пояса делают их, у них ноги падают. Он оттягивает. Из-за того, что ноги не привыкшие, они падают вниз. И как раз, чтобы ноги постоянно в нижнем гарде держали при себе, ближе к груди. Чтобы у нас не прошли гард. Не в таком положении держали ноги к себе. Вот для этого используем. Раз. Нам надо напрячь мышцу. Верно. Он тянет. Чтобы у меня ноги не падали. Ну и постоянно приходится давить вверх. Следующий уже чуть по плотную борьбу переходим. Он забирает бэкмал. Берет обычный сидбелд. Можно не брать. Мы опять же в правую сторону снимаем сидбелд. То есть раз. Здесь ногу. Раз. Два. И делаем как боковой накат с бэкмаунта на бэкмаунт. Чтобы это было чуть-чуть, ну можно в таком формате то что снимать. Это чтобы было уже чуть-чуть уже побыстрее у нас. Мы просто не скрещиваем руки. Он накатился. Сразу же я. Раз. Я в бэкмаунте. Он сразу же накатывается. И на другую сторону. Хоп. Я вот так наладую. Через правую, через левую. Раз. Хоп. Дальше. С дабландера тоже делаем. Выходим на треугольники. Дабландер берем. Я его скидываю. Обязательно ловлю локоть. Начинаю его провожать. Приподнимаюсь чуть-чуть на локоть. Делаю креветку. И на выходе сразу же закрываю треугольник. И как только он закрывает треугольник это я понимаю. Сразу же другой же рукой скидываю. Я сразу же ловлю локоть. Дрилетка. Закрываю. Я скидываю. Я скидываю. Я скидываю. Я скидываю. Я скидываю. Для того чтобы просто научиться. Во время схватки накидывать побыстрее треугольник. Потому что в схватке часто бывают такие моменты. Когда тебе надо ножку вытащить и закрыть треугольник. Это мы отрабатываем. Потому что конечно же. Когда вам закрыли треугольник. Нельзя уходить в эту сторону. Точнее наоборот. Вот в эту сторону надо уходить всегда. Чтобы не задушили. Это мы знаем. Следующее упражнение. Прежде пороче. А еще забыл. Когда я забыли. То есть теперь. Он меня скидывает. Туда в сторону. Я начинаю восстанавливаться. Он понимает что здесь. И переходит к северюбу. Здесь на кривой. Я захожу в черепах. Переворачиваю. Теперь он тоже самое. На другую сторону. Раз. Я опираюсь. На локоть. Он переходит. Я сразу же руку снаружи. Нажатываю. Руку прихватываю. Скидываю. На локоть. Поднимаюсь. Сразу же накатываю. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Ну кто занимался дзюдо. Наверно знает что. По-русски. Этот пурен. Буренка называется. Буренка. Да. По-японски. Шотомакикон. Что-то переводить на русский. Буренка. Да. Ха-ха-ха. Ну по-разному его называют. Но с аркушки его буренка называют. Ну по крайней мере нам так сказали. Мы еще делаем дрил такой вот. Это мой любимый. Ложись. Буком. Да. Мы его называем как боковой. Эта нога здесь. Я через ногу забираю его захват. Вот здесь. Он опирается на эту ногу всегда. Правую руку я забираю здесь. И грудью отталкиваю вот здесь на голову. Поднимаю ногу. Его задача, моя задача раскатывать все. Его задача постоянно. То есть мы все знаем что если я его раскатал в хабгарде допустим или в сайт контроля на спину. Все ему тяжелее уходить. Чтобы его не раскатали. Тогда его тяжело будет пройти если он будет. Поэтому я его головой продавливаю. Он отталкивается. Постоянно двигаюсь. И каждый третий шаг. Или четвертый нижний. Постоянно его раз все равно пытается раскатает. Нижний опять. Точнее вверх. Нижний опять восстанавливается. Я опять продолжаю двигаясь двигаясь. В моменте раз. Оп. Нижний опять. И так далее. В одну. В другую сторону обязательно. В другую сторону. Еще я все делал. Некоторые из них может и не пригодится. Просто нижний начинает крутиться. Крутится. Если он зажимает, крутится, я начинаю смену колен на животе. Я ставлю колен на животе, он идет на живот. Я здесь проводя, вместе с другой стороны колен на животе. Он начинает по мне, надо с другой стороны. Раз, два, три, четыре, два, два. Ну и сосойки тоже. То, что мы делали сегодня, начало схватки. Он или забирает захват, мы срываем захват против пальцев, то есть в ту сторону. Раз, оп, прохожу ногой. Тот он убирает плечо, ногой отталкивается обязательно, раз, разворачивается. Я прихватываю, он опять срывает, здесь проходит. Здесь задача, вот плечо, которое нас заблокировали, немножко наклониться в эту же сторону. То есть наклоняюсь, поднимаю ногу и опираюсь здесь. И здесь сам важный оттолкнуться, раз, разворачивается. То есть с помощью ноги я разрываю татам. То есть можно подумал, что я могу бросить его в таком положении. На самом деле здесь нереально мне, потому что левая нога припаяна в татами. То есть не просто я так сижу на него. Здесь я могу, конечно, приподнять. А я отталкиваю, прям разрываю. Разрывал, захожу, опять я забираю, снимаю. И раз, разрывал, и развернусь он. Я, я тебе делаю. Большое внутрисимое. Раз, получается, оп. Теперь я делаю. Раз, ты заходишь. Оп. И вот, поучивая, ты двигаешься. Еще делаю строгой. Ой, зацеп. Который ты захотел сказать. Еще зацеп тоже. Да, за один из бросков из дюдо, который может пройти в боди юджицу безвредно, скажем так. Это затея поучивая. Оттепляем. И чтобы правильно прыгали. Сейчас, если технически правильно показать, то левая нога, опорные пальцы должны смотреть на него. В сторону броска. То есть, я когда оттепляю зацеп, мне, конечно, удобно стоять вот так. Но я с ним, от него, получается, развернут боком. Поэтому мне надо довернуть левую ногу к нему. А это уже чуть-чуть неподготовленному человеку неудобно, станет некомфортно. Но надо учиться. Раз, и начинаю толкать вперед. Внутри ноги. На одной ноге, там полно до середины, потом на другой ноги. Для балансы тоже хорошее упражнение. И начинаем вперед. И если что, в конце надо в сторону. Раз. Внутри. Внутри. То есть, это один из немногих вариантов зацепа, когда ты после зацепа не попадаешь в закрытый гайд. Потому что, как все знают, что зацеп ноги делают вот таким образом. И сразу попадают в закрытый гайд. А вот джимми его делают таким образом, что сразу же колено выводится наоборот. Начинают цеплять и вместо того, чтобы назад бросить чуть-чуть на себя. И когда я пытаюсь, колено сразу выставляется здесь. И я уже дарку могу закрыть. Максимум, что здесь куда попаду, тогда. С ногой мы тоже еще часто отрабатываем. То есть, один держит. И вот задача на третий шаг тоже уронить меня. То есть, он крутится в правильную сторону, там где у меня опоры нету. Потому что если он будет вот здесь. И на третий шаг я прыгаю, прыгаю. На третий шаг он мне тоже присадит. Вот здесь. Заново. Опять. И на второй круг посадим. Вот еще многие скажут, что вот смотрите, они черные пояса под джидо и самостраховку не делают. Мы знаем, что надо самостраховку делать. Всем белым поясам ребят, которые не умеют падать, им обязательно надо перед тем, как упасть, надо рукой встречать, а не спиной. Но мы столько попадали, что мы уже знаем, как правильно падать спиной. Поэтому мы можем себе позволить самостраховку не делать, если это не броски дзюдо. Вот, если конечно дзюдо есть там стоит, лучше самостраховку сделать. Когда нас джиу-джитсу бросают, можно и не страховаться. Поэтому, когда меня бросают именно таким броском, я могу себе поголить, перекатиться. То есть, я себя не травмирую. А так, конечно же, обязательно надо самостраховку сделать. Ну и продолжение этого же приема. Он делает все то же самое. Но теперь я просто бросил. Как только я падаю, я подшагиваю, подниму через правый ключ. Я выхожу теперь уже на него. Еще раз. Он один круг полус сделает. И я уже начинаю падать, он меня бросает. Я ногой подпрыгаю близко к нему. Раз. Ниже ногой перекатываю через кучу. И оказываюсь на него. Ну все, наверное, из разминки. Ну вот так проходит разминка у нас. Потом мы переходим на обычные дрилы уже, которые на проходах и так далее. Вот. Потом техника. Потом по заданию борьба. И потом обычные схватки. Ну вот, как бы, вот из этих всех дрилов нет такого, что мы каждый день все делаем. То есть мы выбираем там обычно, получается, беговая разминка. Там, ну там, буквально там два круга. Потом вправо-влево два круга и начинаем. И получается пять без партнера и пять с партнером. То есть десять вот этих линий. Мы их линии называем. Я говорю, по линии начинаем делать. И там получается пять без партнеров и пять с партнером. И мы их потом, как бы, там, допустим, в понедельник делали одни, там вторник другие, среда опять другие, там четверг другие и так далее.